Встреча номер два. Между услугами народа и жителями побережья Балхаш прошло очередное заседание. Сгорел единственный супермаркет Балхаша. Вчера около половины десятого вечера на пульс 101СПЧ-5 поступило сообщение о том, что по адресу микрорайон 102-15 горит торговый дом. По прибытию к месту вызова специалисты незамедлительно приступили к работе. Пламя охватило товары в отделах игрушек, канцелярии и постельного белья. Также огонь распространился на деревянные стеллажи хлебобулочного отдела. Сгорели четыре банкомата и два кассовых аппарата. Специалистам удалось ликвидировать огонь к 23 часам. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Сумма ущерба устанавливается. После работы пожарных к несению службы приступили сотрудники полиции. Всю оставшуюся ночь они охраняли сгоревшие здания от мародеров. В тушении пожара задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава СПЧ-5, а также две техники ТОАСС Сиректес и пять человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства выясняются. Прошла вторая встреча между слугами народа и жителями побережья Балхаша. На прошлой неделе депутаты можелисов выслушали требования рыбаков. Можелисмены Арман Кужахметов и Ельдос Абаканов, а также заместители Акима Карагандинской области. Сирик Шайдаров пришли выслушать жалобу сотен рыбаков-любителей на совещании, которое прошло в поселке Шашубай. Кроме того, участие приняли Акима Ктугайского района, города Балхаш и поселка Шашубай, специалисты рыбной инспекции и природоохранной полиции. Мы знаем, что существуют разрешенные типы сетей из полиамидной мононитии. Его диаметр составляет 0,5 мм. Мы использовали их, но на них невозможно ловить рыбу. Напомним, жители поселков Орта-Дересин, Тасарал, Акжайдак и Саршаган еще месяц назад поднимали вопрос, связанный с рыбной отраслью региона. Рыбаки жаловали, что производится множество проверок и необоснованных штрафов. На втором заседании они вступили с рядом обращений к руководству. Также на встрече присутствовали рыболовы из Жамбульской и Алматинской областей. То есть в отсутствие других альтернативных вариантов мы вынуждены пользоваться китайскими сетями из морного волокна. И пользоваться только сетями мы можем жить и кормить свою семью. То, что бытует мнение в народе, что якобы рыба становится меньше из-за использования китайских сетей, это совершенно неверно. И ошибочное поверхностное мнение и теория. Уменьшение рыбы в реальности происходит потому, что не происходит активного зарыбления и работы с земснарядами. То есть милирацию не проводят, да? На озвученные вопросы промысловиков специалисты дали следующие ответы. Милирация 90-е, милирация 1,5-дружим. Что касаемо зарыбления, то эту работу выполняют обе стороны. Государство и природа пользователей. В прошлом году в озеро было выпущено больше 400 тысяч мальков. В прошлом году, к сожалению, на озеро Балхаш не было выпущено рыб, так как не было пасовщика. В связи с этим в реку Или было отправлено 2 миллиона мальков. Ответы ответственных специалистов рыбаков не устроили. К общему решению обе стороны так и не пришли. Представители Мажелиса, в свою очередь, пообещали, как и когда они смогут решить промысловую проблему жителей посёлков. Моё предложение состоит в том, чтобы собрать эти требования, сформировать группы с депутатами Масльхата, указать конкретные позиции и направить эти предложения в Мажелис. В Мажелисе у нас есть регламент, по нему нужно время. Есть ревизия, научная антикоррупционная экспертиза. И мы должны их пройти. Если в рамках закона необходимо внести изменения, то их обязательно нужно рассмотреть. Необходимо создание специальной рабочей группы. Пусть будет 5-10 рыбаков, сами определитесь. Какие изменения необходимо внести в какой закон? Существует два типа законов, один из которых решается на уровне парламента, а второй нормативный может быть решён министерством. К примеру, речь идёт о Мананитии. Комитет рыбного хозяйства может решить на своём уровне. Я смотрю, в сельских населённых пунктах много безработицы. У населения мало источников дохода. Хочу передать эти участки Акиму села. Здесь мы должны согласовать лимит. Сделаем зарыбление из местного бюджета. Равняйсь! Смирно! Равняй на середину! Спасатели, полицейские, связисты и медики. Именно эти службы готовы прийти на помощь 24 часа в сутки. На Балхаше стартовали республиканские учения КОКТЕМ-2022. Ежегодная проверка прошла на водно-спасательной станции. Каждая группа рассказала о своих функциях, показала своё оборудование и технику. Их боевую готовность лично проверил заместитель Акима города и руководители местных спецслужб. После проверили силы специалистов в деле. По сценарию поступил сигнал, что под лёд провалился человек. Вызволять его из холодного плена выезжает манёвренная группа. За несколько минут водолаз надевает экипировку и ныряет. Меньше чем за минуту пострадавшего вытаскивают на поверхность. Его укладывают на носилки и специалистов в экстренном порядке передают его медикам. На территории спасательного подразделения было проведено построение личного состава манёвренной поисковой группы. В составе 17 человек, 7 единиц техники, задействованные для ликвидации чрезвычайной ситуации весеннего периода. Также поисковых работ, поисково-спасательных работ на акватории озера Балхаш. После проведения строевого осмотра, также проверки техники и оборудования снаряжения, было проведено тактико-специальное учение по оказанию помощи провалившегося под лёд человека. Тем временем в эвакуационном пункте номер 4 при 24-й школе на станции Балхаш принимают пострадавших. По сценарию население эвакуировано из-за паводков. Первым делом всех прибывших регистрируют, после размещают комнаты. При необходимости оказывают медицинскую помощь и обеспечивают горячим питанием. В рамках проведения республиканского командно-штабного учения КУКТЕМ-2022 был развернут эвакуационный пункт по приёму пострадавших в период паводкового явления на базе школы-интернат номер 24, сборного эвакуационного пункта номер 4, где пострадавшими была проведена регистрация. Далее были показаны комната матери ребёнка, столовая для приёма пищи пострадавшим, зал ожидания и нуждающиеся в медпомощи были проведены в медпунктах. В Молодёжном ресурсном центре с 1 марта началась благотворительная акция КРМД Урпак. Основной целью является расширение возможностей для детей из социально уязвимых слоёв населения и в получении качественных образовательных услуг и навыков личного роста. Новый проект предназначен для детей из малообеспеченных, неполных или многодетных семей, а также детей с инвалидностью. Для данной категории предусмотрено предоставление бесплатного абонемента на посещение курсов развития, кружков дополнительного образования или спортивных секций. Для бесплатной демонстрации таких возможностей будут привлечены спонсоры. Призываем к участию акций молодых предпринимателей, депутатов, руководителей государственных и частных организаций, меценатов, собственников и учредителей организаций дополнительного образования и спортивных комплексов. Участники могут оказать детям помощь в приобретении спортивной одежды или инвентаря, подписок на онлайн-образовательные ресурсы, специализированной литературы и другие меры поддержки, нацеленные на создание условий для получения знаний и развития детей. Субтитры создавал DimaTorzok